Здравствуйте, друзья! С вами Маракаси. Итак, сегодня посмотрим бой на таком вот танке, как Риночеронте. Очень редкий такой образец в рандоме. Редко, когда можно увидеть хорошее сражение на данном танке. Но вот данный бой весьма интересный. Кроме того, стоит отметить, что данный танк разработчики апают, сделают его значительно сильнее, что, конечно, является хорошей новостью для всех, у кого данный танк прокачан. Итак, посмотрел я, сколько сейчас конкурентная ставка в аукционе на танк Марс-Праджета. Соответственно, 26200, при этом, ну, может еще подрасти. Это, конечно, очень большая ставка. Тут, конечно, разработчики серьезно так схитрили. Они поняли, что можно значительно так увеличить прибавку голдей, если количество танков будет не такое большое. То есть, например, если прошлые танки там по 10 тысяч экземпляров, тут 5 тысяч. Плюс и танк весьма хайповый. Ну, не спорю, это отличный танк, один из моих любимых танков. Но отдавать за танк 8 уровня, хоть и с уникальным внешним видом, по сути, это всего лишь 3D стиль. Я считаю, что 30 тысяч золота это очень дорого. Но, смотрите сами, конечно, найдутся люди, которые скажут, что это самая удачная сделка в их жизни. И вообще, они ни о чем не жалеют. Но, лично, у меня столько голды нету. Если бы даже и было, я бы столько не ставил. Я думаю, что, ну, до 20 тысяч золота это еще ладно. Но, там, 25-30 это уже перебор. Но, это мое мнение. Чисто я не навязываю его никому. Ну, и ко всему прочему, последний танк стал... Вернее, предпоследний, извиняюсь, Т-54 хэви-танк. Пятый лот неизвестен. Может быть, конечно, будет и пятый лот завтра. Посмотрим. Ну, а пока что давайте разыграю для вас золото. Вот, победите в прошлом видео, который урвал золото. Если хотите выиграть голду в этом видео, просто напишите комментарий. И, конечно, не забудьте указать свой игровой ник. Комментарий должен быть по теме видео. И вы должны действительно посмотреть видео для участия в розыгрыше. Здравствуйте, друзья, с вами Маракаси. Итак, давайте поиграем на сайте Водхаб. Итак, ставка составляет 5000 золота. Посмотрим, сколько получится выиграть. Надеюсь, что коэффициент будет сегодня хорошим. Так, ну, можно уже забирать коэффициент 3. Да, пожалуй, заберу. Ну, 15000 золота. Весьма неплохо. Также, друзья, есть у меня для вас промокод. Сейчас я его достану. Который даст вам дополнительное золото на сайте. Вот он, соответственно, промокод. Можете активировать его. Я его не активирую, потому что вам больше промокодов осталось. Потому что мне это не очень нужно. Потому что у меня золота хватает. Ну, вот если хотите бесплатно поиграть, переходите на сайт. Ссылка на сайт находится в описании. Там же промокод. Второй день. Игроки сообщают о серьезных лагах в игре. Во-первых, не грузится вкладка магазин. Соответственно, нельзя сделать ставку. Или изменить ставку в эвакционе. Виснут укрепый. Да и сервера виснут в плане именно боев тоже. Ну, об этом тоже многие говорят. Дело в том, что... Детство где-то, примерно, месяц назад сообщило о том, что она там модернизирует сервера. И сколько это все продлится, непонятно. Некоторые даже игроки предполагают, что это всего лишь отговорки. И у игры сейчас серьезные проблемы с серверами. И даже через год они не решатся. Но посмотрим, как оно будет. Сейчас пока на 100% утверждать нельзя. Далее вот такой вот двухорудийный американский танк. Готовится на тесте. Ему поменяли характеристики. В основном аппет. Но снизили прочность на 100 единиц. А именно, например, если посмотреть, время сведения 2.88. Стало 1.92. Ну, практически незначительно изменили в худшую сторону. Но при этом скоростреленность, соответственно, стала выше. А именно 7.36 было выстрелов. Минута осталась 7.82. Ну и в целом, танк, конечно, необычный. Но по-прежнему выглядит как-то невзрачно. Да, ему тут еще и затронули. Стабилизацию орудия сделали. Ее в основном, если так смотреть по цифрам. Кстати, стабилизацию по ходу даже и по нерфе. Я так смотрю. Ну и разброс на 100 метров. Но 40 был, стал на 36. Это апп, конечно же. Получше, соответственно, точность будет. Время подготовки залпового выстрела было 2.50. Стало 2 секунды этап, естественно. Перезарядка всех стволов 16.30. Было стало 15.34. Ну, посмотрим, как себя будет проявлять новый, такой вот двухорудийный танк. И, конечно, интересно, за что его можно будет получить. Каким образом. Напомню, это танк 8 уровня. Тем временем, разработчики готовят уже новую ветку колесных средних танков. Правда, выйдет она далеко не скоро. Вообще, возможно, даже в следующем году. Ну, или в конце этого года, как всегда, в коробочках. Средний колесный танк такой вот в нашем экране. Ну, конечно, не очень там прям понятно, что он из себя представляет сейчас. Но ясно на данный момент то, что колесные средние танки будут иметь, ну, некоторые отличия довольно значительные от текущих ЛТ французских колесных. Во-первых, тут будет меньше скорость, так как все-таки вес у них побольше будет. Значит, соответственно, и, может быть, там чуть-чуть броня будет лучше, но незначительно. Опять-таки, вряд ли там брони будет много. И также не будет дополнительной функции ухода в скоростной режим, как это есть у французов. Таким образом, новые колесники СТ-шки Британии будут медленнее гораздо, что, конечно, наводит на мысли, потому что у колесников есть свой недостаток. Они не могут резко повернуть, как это делают гусеничные танки. Им приходится делать такой полукруг, чтобы назад вернуться. Это занимает время, это неудобно, это снижает скорость. Ну, конечно, очевидно, что будет орудие помощнее. Я думаю, это будет главным плюсом. Может быть, еще какие-то будут преимущества. Там обзор может быть побольше. Но сейчас рано об этом говорить. Ясно только то, что с текущих колесников это все начнется. С пятого уровня вроде бы. Соответственно, колесников будет много. Я также заметил еще то, что там аж две топовые машины будут на десятом уровне. Ну, по крайней мере, был такой скриншот в официальном видео. Также интересная такая новая возможность от разработчиков. Это то, что можно будет на картах двигать всякие объекты. Например, там контейнеры. Можно будет подвинуть на это, использовать в бою. Например, прикрыться за ними, там танковать от борта. Ну, или какие-то другие объекты. Например, на картах будут происходить какие-то события случайные. Там, например, я видел, что видео в одном из моментов. Огромный корабль там протаранил порт. И, соответственно, прям часть карты просто разрушил. Конечно, множество там всяких обломков. И, конечно, можно их передвигать, использовать, например, для того, чтобы спрятать НЛД. В целом, идея держала на поверхности. И сейчас там мы до сих пор используем уничтоженные танки, чтобы прятаться за ними. Итак, а на других серверах посмотрите, какие танки имеются в аукционе. Например, за свободный опыт, а именно всего 175 тысяч, минимальная ставка свободного опыта FV215B183. Не стоит, правда, думать, что у нас также будет 2000 машин и 175 тысяч свободного опыта. И все-таки другой сервер. Но есть вероятность, что все-таки бабаха у нас все-таки будет. И, конечно, многие до сих пор хотели бы ее получить. Ну, и еще один вариант. Это, правда, вообще на китайском сервере K912. Но китайский сервер своеобразный. И сами понимаете, что это не точная информация. Мне кажется, что более вероятно, что у нас будет именно бабаха. Ну, посмотрим, конечно, еще осталось два лота. Так что, учитывая, что один лот известен, скоро мы все узнаем. Напишите, хотели бы вы получить бабаху за свободный опыт. Потратили бы на нее много ресурсов. Ну, и по поводу K2. Примерно, короче, за 9000 золота можно было данный танк приобрести. Я, правда, не совсем понял, как так. Потому что, когда я вот на последних минутах там заходил аукцион, я точно видел, что там конкурентная ставка была в районе там 9500 где-то. Как она так снизилась до 9000, я не понимаю. Может быть, кто-то там подкручивает что-то или какие-то фейковые ставки делает, чтобы, соответственно, потом все это снизить ставку. Ну, не знаю. В любом случае, мне кажется, что 9000 золота – это стандартная цена нового танка. Не ожидаю, что это будет имба. Ну, хотя бы на стриме там покатать, я думаю, будет прикольно на эксклюзивном танке. Я лично его купил. Ну, примерно, как раз за 9000, там 9200, что ли, отдал или около того. Напишите в комментариях, какие танки вы купили и какие ждете. И спасибо большое, что досмотрели видео до конца. Желаю всего хорошего. Удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok